Вы знаете, о чём мы с вами сегодня, и, наверное, вы сейчас в лёгком шоке от того, что я вам показываю. Конечно, нет, это не импрессионисты. Но когда мы начинаем говорить об импрессионистах, я начинаю говорить об импрессионистах, я всегда люблю начинать с Александра Кабанеля, любимый художник Наполеона III. Быстренько скажу вам о том, что в 1862-1863 годах в Париже разразился скандал, связанный с так называемым парижским салоном, который регулярно, чуть не сказал утром и вечером, осенью и весной проходил в Париже, где художники выставляли свои работы. Обязательно огромное жюри академиков высказывало своё мнение по поводу представленных работ, какие-то работы позволялись к участию в салоне, какие-то нет. Собственно говоря, откуда взялись импрессионисты. Они все аутсайдеры, им всем не позволили. В какой-то момент они решили создать собственные, скажем так, музейные выставочные течения, что они сделали, как, в принципе, и передвижники в Российской империи. Но что такое парижский салон этого времени, вот с 1862-63 года, это вот Александр Кабанель, рождение Венеры, как вы догадываетесь, вот эта вот тушка снизу, это Венера, а тушки сверху, это тоже, это ангелята, которых вы сегодня не получите, пути так называемые. И вот это образец академической живописи этого периода. Чтобы вы понимали, эта вещь как бы и дня не провисела на парижском салоне, приехал Наполеон III, её купил. Она ему, по всей видимости, ну вот Венера напоминала графиню Кастильоне, в которую он был влюблён в этот момент, и очень сложно был влюблён, и даже делился со своей женой, императрицей Евгенией, всеми проблемами, которые были связаны с его отношениями с графиней Кастильоне. Но тем не менее, как бы он её покупает практически сразу за бешеные деньги. И вот, вы понимаете, это квинтэссенция вот всего того пошлого кошмара, который в это время как бы висит на парижском салоне. Но мы с вами не должны осуждать этих людей, потому что они воспринимают искусство как десерт. Это дивертисмент, это развлечение, это вдохновение души в конце трудного дня, когда тебя причесывают, обувают, одевают, ты долго стоишь на примерках. Потом, если ты император Франции, например, ты решаешь какие-то государственные вопросы, подмахиваешь там какие-то указы, законы, потом едешь как бы смотреть новые парижские бульвары, о которых мы тоже будем говорить. А вечером ты идёшь на парижские салоны, что ты хочешь? Ты, конечно, хочешь десерт. Да, ты, конечно, уже плотно поужинал, поэтому, собственно говоря, это всё естественно. Искусство должно развлекать. Искусство не должно ни в коем случае напрягать. И именно в этот период, в это время Уистлер пишет своё знаменитое письмо, в котором он пишет, что мои этюды хорошо покупают, наверное, я плохой художник. Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что в конце второй половины XIX века художники начинают, ну, они всегда об этом знали, а тут они начинают ещё прям об этом говорить, что публика дура, она не хочет думать, она не хочет ничего нового. Она привыкла к тому, что она видела уже 150 раз. И она готова это видеть в 151-й, но в другой позе, вот как здесь. Потому что на рождении Венеры мы с вами со времён Боттичелли как бы видели очень много раз, и вот как бы очередная редакция этого события. И художники начинают понимать, что они хотели бы прежде всего для самих себя, какой-то большей свободы, что ли, самовыражения. Потому что вот это вот штамповать бесконечно уже становится просто невыносимо. Ну и вот примерно в это же время, примерно в это же время, ну, через три года, скажем так, Поль Сезан, а это вообще удивительный человек, да, ему, в принципе, не нужно было думать о хлебе своём насущном, он из банкирской семьи, у него как бы с этим было всё в порядке. Нет, ну как, он страдал, как все художники, потому что папа ему выделил достаточно большой пансион, как мы бы с вами решили. Ну, он считал, что он был маленький этот пансион, он не позволял ему вести тот образ жизни, который он хотел вести. И он, конечно же, страдал. Но страдал он очень здорово, потому что Сезан как раз один из тех художников, которые предвосхитили собой всё то, что мы с вами сегодня называем современным искусством или contemporary art. И вот представьте, вот только что мы с вами видели Александра Кабанеля, да, вот с этой вот Венерой, где всё понятно, всё замечательно, всё очень прилично. Причём, знаете, что самое интересное, если бы та вещь называлась не рождение Венеры, а, например, какая-нибудь, ну, известная актриса тех времён, Жанна Самарида, портрет Жанны Самарида, был бы скандал. А Венеру можно. А здесь все одеты. Ну, это скандал. Причём скандал такой многоуровневый. Сезан нам пишет двух своих сестёр, хотя некоторые искусствоведы утверждают, что это сестра и мама. Но это не так важно. Сестра, это точно сестра, она играет увертюру Рихарда Вагнера к опере «Танхёйзер». Причём она играет переложение этой увертюры, она симфоническая, вы же понимаете, она играет переложение этой увертюры для фортепиано. А это переложение сделал Ференс Лист. В чём интрига? Видите ли, в чём штука? Это очень неприличный сюжет. Весь Париж знал, что Рихард Вагнер увёл у его лучшего друга, Ханса фон Бюллафа, кстати, блестящего дирижёра, лучшего вагнеровского дирижёра, той эпохи, он увёл жену, которую звали Козима. Козима была внебрачной дочерью, что само по себе скандально, для XIX века, именно Ференс Алиста. То есть того композитора, который это всё адаптировал для рояля. То есть понимаете, какое наслоение? То есть это всё неприлично страшно, потому что это же у нас с вами викторианская эпоха. В викторианскую эпоху нет большей добродетели, чем респектабельность. Всё, что нарушает респектабельность, это всё всегда скандал. Ну и здесь, конечно же, скандальная живопись, потому что что нам с вами тут делает Сезанн? Про Сезанна вообще говорили, что он любые объекты, он не просто их писал, это не просто живопись, он их трактовал. То есть ему нужно было, чтобы человек, который на всё это смотрит, он до скрежета зубовного понимал, что вот это вот белое плечо, оно из картины в него прямо торчит, в этого зрителя. И посмотрите, что он делает. Он делает торс этой девушки, мы можем на него смотреть как на некий кубик, у которого вот есть одна грань, это вот грудь с животом, которая ушла туда, другая грань – это спина, которую мы почти что видим, и третья грань, которую мы видим, это вот это вот как бы плечо и рука. То есть, в принципе, вот здесь, в этой фигуре, Сезанн закладывает нам тот самый кубизм, который так хорошо потом обыграли Пикассо с браком. И случается аж это в 1866 году. И вообще, вот эти вот оляповатые обои, это всё было так смело, то есть, вот так вот сделать в эту эпоху, это было как минимум, не то, что неприлично, это было как минимум странно. И понимаете, в чём штука? Люди всегда смотрят глазами, слушают ушами, но видят и слышат люди мозгом. И когда люди не насмотрелись, они к этому не готовы, у них нет насмотренности на эту живопись, это всё воспринимается в штыки, что, собственно говоря, случилось в том числе и с импрессионистами, потому что их-то сначала не поняли. Ну и я, конечно, не могу себе отказать в удовольствии показать эту вещь, которую я очень люблю. Это Анна Редомье, это его гравюра этого примерно периода. Но вы понимаете, что это срач, да? Но Фейсбука не было. То есть, это литературный диспут. Как нам это знакомо и неправда ли, да? Так вот, на самом деле, всё началось тогда. А почему, собственно говоря, началось? Потому что, вообще, вы представляете, что мы с вами практически в этом веке будем отмечать 150-летие с тех пор, как люди, как браки стали распадаться по философским причинам. Не потому, что кто-то кому-то изменил, а просто потому, что муж и жена не нашли общего взгляда на какую-нибудь работу Ницше, например. Что, собственно говоря, здесь и происходит. А мы с вами идём всё-таки в импрессионизм. Вы понимаете, в чём ещё как бы важный нюанс, аспект, который ни в коем случае нельзя упустить? Дело в том, что в конце, во второй половине XIX века Япония открылась миром. И в 1868 году революция Мэйдзи закончилась тем, что японское искусство, оно хлынуло в Европу. Европа была поражена тем, что она увидела. А когда ещё европейские художники столкнулись с тем, что Хасегава Тахаку пишет вот эту ширму, которая называется «Сосны». Это 1590 год. Это излёт XVI века. В это время время творит и не только искусство, в том числе и чёрте что, например, караваджо. Он пишет нам с вами ширму, в которой столько тумана и воздуха. То есть, ну как бы, вот она специально, её не называют туман, хотя как бы, ну, ежу, понятно, что это туман, да? Потому что, ну, он такой ощутимый, что кажется, что ты туда войдёшь, как бы, и там потеряешься. И когда художники второй половины XIX века видят вот такое, ну вот японцы их накрывают окончательно и навсегда. Они вообще забывают, что такое привычная композиция, к которой, как бы, уже все привыкли в Европе, они начинают нарушать всё и нарушают абсолютно все законы. Европейское искусство становится, ну, в какой-то степени, как бы, для них одной из самых важных альмаматор. Ну и, наконец, давайте перейдём к картинкам, которые уже непосредственно касаются импрессионистов. Смотрите, я вам сегодня буду показывать не всё из импрессионизма, потому что больше всего импрессионистов, я это специально скажу для тех наших с вами соотечественников, которые сейчас находятся, например, в Париже. Их больше всего, конечно же, в Арсе. Поэтому, как бы, если есть такая возможность, то идите, конечно, прежде всего туда, в это роскошное здание, которое было неудачный проект железнодорожного воксала в Орлеан, который не понадобился, поэтому парижане из него чудесно сделали прекрасный музей. Мой любимый, во всяком случае, в Париже. А это Бульвар Монмартр и это Камиль Писаро. Он, конечно же, как вы понимаете, у него есть испанские корни, поэтому он Писаро. Но так как он всё-таки французский художник и оставил свой след в истории искусства прежде всего как французский импрессионист, то он, конечно же, Писаро. Это как Пикассо Пикассо. Хотя, понимаете, в чём штука? Технически он еврей и датчанин. Учитывая, как бы, что во второй половине 19 века, скажем так, бытовая иудофобия была чуть ли не на каждой кухне, он человек, который постоянно как бы подвергался троллингу всех тех художников, которые были его друзьями. Ну, сволочи они вот такие вот были. Ну, он как бы их всех любил, он был их старше всех, причём он был, наверное, прежде всего, как бы душой команды импрессионистов, потому что он был самый активный. Он, несмотря на то, что, опять же, я повторяю, был старше всех, но он занимался абсолютно всеми выставками и вообще считал себя как бы обязанным как учитель своего рода немножко как бы и гладить по головке, и шлёпать иногда своих друзей-импрессионистов. Бульвар Ман-Мартр существует как бы до сих пор. Он переходит, плавно перетекает в Бульвар Османа, а Бульвар Османа, кстати, выходит на площадь Дягилева. А площадь Дягилева любимая площадь всех наших женщин, потому что в неё упирается улица Лафаэд, на которой стоит галерея Лафаэда. Галерея Лафаэда – это что? Это шмотки. Да, всё правильно. Вообще, как бы, надо сказать, что Париж, который мы с вами сегодня знаем, Париж больших бульваров, это город, который возникает как раз во второй половине 19 века. Почему возникают эти бульвары? Почему так случилось? Всё очень просто. Наполеон III очень боялся покушений. Париж состоял из маленьких вот таких вот улочек, которые как попало его пересекали. То есть сейчас кому скажи, что вообще городская застройка подходила на острове Сете вот непосредственно к фасаду собора Парижской Богоматери, в это невозможно поверить. Мы до такой степени привыкли к тому, что там большая площадь перед ним, ты отошёл, его чудесно пофотографировал. Когда он горел, все это прекрасно снимали, потому что ничто этому не мешало. А ещё, когда Наполеон III становится императором, это всё была жуткая городская застройка. И вот боясь покушений, Наполеон III распорядился, чтобы префект департамента Сена, а в департамент Сена входит Париж, барон Осман занялся полным изменением облика города. Зачем нужны такие бульвары? Да за тем, что когда император едет в карете, полиция стоит по обе стороны этого бульвара, там через каждые 10 метров, и прекрасно контролирует, чтобы никто не выскочил, ничего не выбросил, ниоткуда не стрельнул, окна все просматриваются. То есть, собственно говоря, ради всего вот этого. Понимаете? Ради того, чтобы остаться в живых, перекроили Париж. Мы сделали это очень здорово. И в результате как бы Париж больших бульваров это прекрасно. И импрессионисты, они первые это видят, потому что это та эпоха, когда против новшеств, опять-таки, да, возвращаясь к тому, что человек в штыки воспринимает всё новое. Парижане возмущались. Всё не так, всё не то. Что это за большая стройка? Кому это всё надо? Ещё поставили Эйфелеву башню на площади, то есть на Марсовом поле. Какой кошмар! Было такое чудесное поле. То есть, всё вот это, ну как положено. Ну, потом, конечно, все к этому привыкли, и всё стало чудесно. Да, так вот, я вам сегодня показываю работу импрессионистов, которые все были ввезены и в большинстве своём остались в Российской империи. Сегодня это всё находится в Москве и в Петербурге, естественно. В Украине импрессионистов, к сожалению, пока что нет, но мы с вами сегодня и собрались здесь ради этого, чтобы они здесь когда-нибудь были. Понимаете, в чём штука? у художников появилась возможность писать вот такие вот вещи на пленэре, как бульвар, который мы с вами только что видели, либо пейзажи, которые мы сегодня с вами будем видеть. Прежде всего, тогда, когда великий американец Джон Джо Фрэнд, которому, я считаю, как бы надо поставить памятник, изобрёл вот этот тюбик. В нём краска, художник мог спокойно это взять с собой, выйти куда угодно, из этой красочки на палитру выдавить сколько нужно и, пожалуйста, работай. Потому что до этого все те, кто пытались писать на природе, там, уходили куда-то, да, они эту красочку, во-первых, они её делали сами, как правило. Во-вторых, использовались в качестве посудины для того, чтобы её с собой взять, куда-то унести, как правило, пузыри, кишки, свиней, там, кабанчиков, коровок и так далее. То есть, всё вот это вот чистилось, это туда задувалось, как-то закручивалось. Они иногда лопались. То есть, ты только пришёл, ты только раскладываешь, ты что-то там достаёшь, хлобысь там какая-то кишка. Там лопнула, краска вся вытекла, всё, идём домой, потому что весь в драгоценном ультрамарине. Как бы, он если засохнет, то это всё. Норенц создаёт вот эти вот тюбики, как раз это случилось, по-моему, в сороковые годы девятнадцатого века, то есть, через какое-то время патент перешёл через океан, и французы сказали, вау, это как бы то, что нам надо. Ну и вот, смотрите, то, что я вам показываю, это называется зрада, самая настоящая, потому что, вот вы можете прочитать, там, Ладога везде написана. Это всё так называемое ленинградское, это ленинградское производство, которое уже очень давно выпускает краски, мы все пользовались ленинградской акварелью, мы пользовались ленинградскими масляными красками, и до сих пор, в принципе, у наших с вами соотечественников-художников у них выбор небольшой. Это либо импортные краски, которые приходят нам из Европы, которые стоят недёшево, либо, опять же, ну вот, вот это вот. Причём, как бы оно сегодня не самого лучшего качества, поэтому ваш покорный слуга перешёл на цифровую живопись, а вообще, конечно, очень хочется сказать, что если Украине нужны свои художники, то, наверное, наше правительство должно создавать такие условия для бизнеса, чтобы у него было возможность и желание создавать такие производства, которые делали бы масляные и вообще любые другие краски. Ну, ещё вам немножко писаро. И чем же, чем же, чем же импрессионисты отличались от всего того, что делали до них? Ну, вот вы видите, что, в принципе, это такой понтилизм, да, это вот такие вот точки цвета. Мы с вами даже на них посмотрим, как бы, вблизи, а это мы с вами смотрим издалека. Вы видите дерево? Вы видите траву? Вы видите деревья? Там лесок где-то там вдали, как бы, это всё здесь читается очень хорошо. С тех пор, как появились импрессионисты, в любом приличном музее, как бы, или висит табличка, да, или где-нибудь обязательно вам напишут, потому что, ну, вы не обязаны знать абсолютно всего, да, что живопись желательно рассматривать на расстоянии двух диагоналей от картины. То есть вот две диагонали, раз, два, отошли, стали, о, точно, дерево, ты гляди. А если нарушить, как бы, это правило, подойти, например, поближе, да, то что вы увидите? Вот что вы увидите. Ничего вы практически не увидите. Вы увидите вот такие вот пятна красок, вот пятна цвета, пятна, такие вот мазки. Собственно говоря, это и есть революция. Вот она. Понимаете, в чём штука? Бродский однажды сказал, что искусство это наше с вами, как людей, видовая цель. Ну, он сказал не про искусство, он сказал про поэзию, да, но это можно шире посмотреть, как на искусство. Искусство это очень сложный предмет, который своими средствами пытается описать мир, пытается сделать высказывание о мироздании. И оно, как правило, очень сложное. И понимание того, что говорит художник, причём художник в широком смысле этого слова, да, это может быть поэзия, это может быть музыка, это может быть живопись. Эта штука совершенно уникальна. И когда у вашего мозга появляется опыт насмотренности, и вы это воспринимаете, это не только счастье, но это ещё и гарантия, что в зрелые годы у вас не будет деменции, что очень важно для нас с вами. Потому что ещё никто не придумал способа прожить подольше, как постареть. Ну, а постареть хочется в своём здравом уме. И когда мы с вами сталкиваемся со сложной музыкой, например, не вот эти вот все там Настя Каменский, например, а пшнитки. Опять же, если мы понимаем, что мы слышим, если мы понимаем, что вы видим, это просто счастье, но для этого надо, опять же, нужен опыт насмотренности. Нашим мышцам нужна тренировка для того, чтобы поднимать тяжёлые гантели? Нужна. То же самое нужно нашему мозгу. Поэтому все вот эти вот разговоры «Я не понимаю эту вашу живопись!» Это нормально. Единственное, что от тебя нужно, ты должен дать возможность своему мозгу на это насмотреться. И как только ты это сделаешь, потихонечку он начнёт все эти вещи понимать. Поэтому переживать за это не нужно. В 70-е годы XIX века они сложные для Европы, потому что, вы же помните, это франко-прусская война 1870 года, когда прекращает своё существование французская империя Наполеона III, потом 1871 год, Парижская коммуна со всеми вытекающими. Потом, после того, как начинается как бы республика, опять же, Франция как-то так быстро взяла себя в руки, буквально 2-3 года, ну, в принципе, всё чудесно. Люди начинают потихонечку жить, привыкать к мирной жизни, осваивают новые отрасли промышленности, развивается бизнес, всё, казалось бы, хорошо, ну, вдруг 74-й год, самое начало, рухнули все банки как мыльные пузыри, но такое с банками иногда случается. Мы с вами об этом всё знаем, и художники понимают, что им нужно искать новые способы заработка, потому что клиентов становится меньше, они уже заказывают не так активно, как раньше, а тут ещё новая живопись, они уже как бы к чему-то присмотрелись, французы, уже как бы эта живопись в принципе для многих становится привычной, но они ещё не понимают до конца, что они видят перед собой, и вот те, кто станут импрессионистами, они собираются в кружок в чудесном кафе Гербуа на Монмартре и договариваются, что они создают новое общество художников, которое, я это называю общество свободных алкоголиков, а они на самом деле анонимным обществом художников, художников, скульпторов и гравёров. Они так себя назвали. Никакие они не импрессионисты. А вот совершенно дурацкое название, но они были в полном восторге, что они придумали из этого всего. Мало того, они были до такой степени продвинуты уже как бы в это время, что это были не только мужчины. В это общество вошла Верта Моризо, которая участвовала в первой выставке импрессионистов, и они договариваются о том, что они собственными усилиями сделают первую выставку импрессионистов. Для того, чтобы эту выставку провести, они договорились с блестящим совершенно парижским фотографом Феликсом Нодаром, мы с вами сейчас его увидим, чтобы в его студии на втором этаже вот здесь, вот этот второй этаж этого здания, это бульвар капуцинок дом 35, он, кстати, именно капуцинок, а не капуцинов, как в старом советском фильме. А вот именно здесь прошла самая первая выставка импрессионистов, которая стартовала 15 апреля 1874 года. А я вам хочу показать самого Феликса Нодара, вот это вот он. Ну, это, как мы бы с вами сейчас сказали бы, такой вот калаш плюс фотошоп, конечно же, никто его не сфотографировал на воздушном шаре, но тема была такой интересной, и так это всех восхитило, как бы, что ну, это было просто находка, и после этой его фотографии это своего рода реклама, да, я делаю вот такие вот вещи. Очень многие ему заказывали такие фотографии, а вообще художник был интересный тем, что к нему шли все знаменитости, все хотели получить фотографический портрет именно от него, фотография была свежим, новым искусством. Это как раз та эпоха, когда художники стали чесать репу и задумываться о том, что не пришел ли конец мировому искусству, когда пришла фотография, зачем мы нужны за своей живописью, и только импрессионисты были спокойны. Потому что, да, такую хрень, как Александр Кабанель рождения Венеры, можно положить и сфотографировать. А потом еще как бы таким же способом, как сделан вот этот вот воздушный шар, туда как-то подвесить вот этих вот путти, да, а то, что делали импрессионисты, это не сфотографировать, это можно только написать. Но Нодар их друг, ему нравится то, что он делает, он не собирается это время, этот месяц с 15 апреля до 15 мая ничего делать в своей студии, он им ее отдает. Ну, а так это здание выглядит сейчас. Оно существует до сих пор. Бульвар Капуцинок, он достаточно длинный, он тянется от площади Мадлен, пересекает оперную площадь и аж до бульвара Итальен продолжается. И 35 номер его не узнать невозможно, потому что вот сейчас его оформили вот все те окошки, которые вы видели, сейчас эти рамы красного цвета. Это сразу читается, это очень красиво, но единственное, что мне совершенно непонятно, оно закрыто. То есть там сейчас ничего нет, туда не пускают, туда попасть как-то так очень сложно. И вот как бы 15 числа апреля месяца 74 года там должна открыться выставка. Естественно, в этом принимают участие все те, чьи фамилии мы с вами знаем и помним, Дега, Ренуар, Моне, который Клод, потому что Эдуард Моне отказался принимать участие в этом во всем, причем он главный заводил, а он все это устроил как бы, он всех настраполил, а потом сказал «не-не-не, я сам». И он как бы остался с академистами и в конце концов добился того, что как бы вообще был принят в академии, был принят на официальном салоне, то есть у него все сложилось. Вообще вся эта шпана, про которую мы с вами сейчас говорим, они все такие революционеры, когда они станут взрослыми, тот же самый Ренуар вообще спокойно получит на свою грудь один орден почетного легиона, потом другой орден почетного легиона, то есть они все в свое время стали, конечно, конформистами, ну а в это время они все еще, конечно, бунтари. Вот они вешают картинки в ателье Нодара в Париже и больше всех занимается этой развеской, занимаются развеской два человека, естественно, Писаро, который успевает абсолютно везде, как бы всем помогает, все устраивает, и брат Пьера Агюстера Нуара, которого звали Эдмон, если не ошибаюсь, да, не ошибаюсь, Эдмон. Вот. И очень сложная идет работа, потому что Эдгар Дега обещал много работ, принес мало. Мане, наоборот, принес столько, что не знают, куда все это вешать. Не говоря уже о том, что на самом деле это были не только импрессионисты, не только вот эти плюс Берта Моризо. Они поняли, что выставка получается небольшой, поэтому они еще прихватили с собой кучу всяких молодых парижских художников, которые с удовольствием там выставились. И у Эдмона Ренуара была проблема с Клодом Мане, потому что у Клода Мане ну как-то все это было очень печально по названиям и очень тривиально по названиям. Вход в деревню, выход из деревни, утро в деревне, вечер в деревне. Париж днем, Париж вечером, Париж утром. То есть ну как-то так без без выдумки что ли. Да, и в какой-то момент он просто взбунтовался, а Клод Мане, который был таким достаточно равнодушным, как бы спокойным к этой всей мишуре-человекам, он сказал ну напиши впечатление. Хотя это рассвет в Гавре, да, у него тоже рассвет в Гавре, закат в Гавре, день в Гавре, ночь в Гавре, он сам из Гавра. Ну и написали впечатление, впечатление, рассвет в Гавре. Ну и открылись двери, вошли люди. А вы понимаете, вы же помните картинку Анаре Дамье, да, развлечений других не было, кроме как прийти на выставку, все вот это посмотреть, а потом всем дружно поржать на тему молодых художников, потому что это проще всего. И как бы если ты придешь в Лувр и скажешь, боже мой, посмотрел на Николя Пуссена, какой кошмар, ни колорита, ничего, все потемнело, руки-ноги нарисованы неправильно, на тебя посмотрят как на кретина. Как? Это Пуссен? Ты что? Это величина. А это все еще молодая шпана, ее ругать можно. А ругать это же одно удовольствие. Вся пресса там, конечно же. Вся пресса там. И там на этой выставке аккредитован журналист от модного тогда в Париже журнала Шаравари, которого, который пишет под псевдонимом, естественно, они всегда записали под псевдонимом, чтоб морду не набили, не нашли по адресу. Его звали Луи Леруа. То есть, ну, так вот, очень скромно, Луи Король. Луи Леруа. И Луи Леруа после просмотра выставки импрессионистов в журнале Шаравари он пишет фильетон, в котором как бы два друга приходят на эту выставку импрессионистов, двигаются по этой выставке и обсуждают картины, которые они видят. Один говорит другому, ты снял очки, их протираешь, что происходит? Да я не могу понять, они у меня как будто заляпанные грязью. Да нет же, это не твои очки. Это картина Писаро, которую ты сейчас смотришь. Он написал здесь в спаханное поле. Это грязь там, на картине, а не на твоих очках. А что же это у нас? Это у нас Мане, который написал нам впечатление. Чем же нас тут собираются впечатлить Мане? Ох и впечатлил же наш Мане. Короче говоря, это слово впечатлил, да, впечатление, оно становится мемом. Оно проходит через весь этот фильетон. Его все запоминают. Выставкой называют, ну за глаза называют выставкой впечатляльщиков. И, собственно, что такое впечатление по-французски? Понятно, импрессион. Собственно говоря, откуда все и началось. те художники, которые, скажем так, были самыми бешеными по темпераменту, да, они писали опровержения. Да нет же, мы же анонимное общество художников, живописцев, графиков, гравюров. Мы никакие не импрессионисты. Не называйте нас импрессионистами. А Клодман и сказал, ну и что, чудесное название. Пусть будут импрессионисты. И, собственно говоря, они еще лет 10-15, вот пока существуют вот эти вот выставки, они настаивают на том, что они общество анонимных алкоголиков. Никакие они не импрессионисты. Но, тем не менее, закрепилось именно это название, оно, собственно говоря, и осталось за ними. Но, кстати, это, в принципе, единственная работа, я вам не мог ее не показать, потому что она, как сказали бы другие искусствоведы, я этого не скажу, я не искусствовед, они бы сказали знаковая вещь. Но я ее показываю, потому что без нее в деле импрессионизма никак. Она, конечно, к нам с вами не имеет никакого отношения, а это, вот это, это и есть Луи Леруа. Понимаете? Человек написал фильеттон об импрессионистах, он никто и ничто, но он сделал себе имя в искусстве. Его запомнили все, и мы сегодня с вами говорим о нем. А это совершенно волшебная вещь Клода Мане. Все, что мы с вами, опять же, повторяю, сегодня смотрим, это все находится в Российской империи, вывезено в Российскую империю, вывезено двумя купцами. Один из них Иван Абрамович Морозов, другой Сергей Иван Щукин. Оба коллекционеры, причем у них это где-то вот в душе, как бы они к этому всему стремятся. Морозов дружит со всеми крупными художниками своего времени и пользуется их комментариями, и пользуется их экспертной оценкой. Он задает вопросы Репин, он задает вопросы Серову, Бакс, то, что они думают по поводу того или иного приобретения, собственно говоря, благодаря им во многом как бы составляется его коллекция. Причем вы наверняка знаете знаменитый портрет Ивана Морозова работы Серово, где у него за спиной огромный натюрморт Матисса, который он только что купил, и он такой сидит довольный-довольный, знаете, Матисса купил. А это Моне, кстати, из коллекции Морозова. А Щукин он собирает сам. Причем так интересно, он в своих письмах он пишет, что я считаю, что живопись надо покупать тогда, когда она тебя шокирует, и ты не можешь от нее оторваться. И благодаря этому он накупил 50 Матиссов, 60 Пикассо, кучу импрессионистов, то есть ну вот так вот. И причем как бы он один из первых, киевские ханенки, он один из первых, он открыл свой дом по воскресеньям для всех желающих увидеть эти работы. А это бульвар Капуцинок, опять же, это Клод Моне, как я вам говорил, и, собственно говоря, вот это вот потрясло публику того времени. Сейчас мы смотрим с вами на эту красоту и наслаждаемся. Я столкнулся с импрессионистами первый раз на третьем этаже Эрмитажа. Дело в том, что я когда учился, мы часто ездили в Питер, у нас были там музейные практики в Эрмитаже, и я поймал себя на том, что первые два этажа, которые, собственно говоря, были жилые для императорской семьи, и двора, который там тусовался постоянно в то время, ну, это были жилые, это же первый и второй. А третий этаж, он даже низенький, там, собственно говоря, потолки, вот как здесь, как бы не выше. Почему? Потому что это так называемая людская, то есть там это апартаменты прислуги, которые там жили, спускались вниз, как бы обслуживали всю эту огромную араву, которая тусовалась на первых двух этажах. Вот в официальной части дворца у меня всегда болит голова. То есть вот в какую бы погоду, в каком бы настроении, в каком состоянии я бы не пришел, то есть у меня через полчаса начинала болеть голова. Мне достаточно было подняться на третий этаж, где висели импрессионисты, вот еще полчасика и чудесно. И хорошо. И уже можно было там существовать все время. А там висело все именно вот такое вот. И это тоже Мане, это его сад, не помню где, честно говоря, но неважно. Но вот смотрите, эта вещь как бы более понятна нашему глазу, потому что он строит эту живопись на прежде всего изображении листвы и цветов. А мы с вами понимаем, и глаз наш понимает, и мозг наш понимает, что когда мы с вами это видим, то это вот именно вот такие вот точки листочков и точки цветочков. А Мане здесь это собирает все в одну кучу и делает это, конечно, совершенно потрясающе. И с точки зрения подготовки к тому, чтобы смотреть импрессионистов в большом количестве, это совершенно идеальный старт. У нас на канале Константин Бономарев внеакадемического искусствоведения лежит большая лекция именно по Клоду Мане. У Клода Мане очень много серий, он это любил. У него серия тополей, у него серия стогов, она так и называется, Клод Мане все сезоны. У него серия нотр-дамов в Руане, один из которых мы с вами увидим. И, собственно говоря, вот здесь вот уже этот импрессионизм начинается. Он здесь начинает точками все вот это вот лепить и выстраивать. Там дальше будет в хорошем разрешении один портрет, вы поймете, что имеется в виду. Как он работает с нашим глазом, как он заставляет наш глаз привыкнуть к этой живописи. Ну и, конечно, здесь совершенно прекрасно то, что вы видите, что этот стог розовый. Так интересно, как бы большинство людей, они не обращают внимания на эти вещи, но когда они приходили на выставку, они говорили, розовый стог, вообще все нормально у человека с головой. Ну как, стог может быть розовым. А потом, после того, как они это увидели, они летом выезжали на пикник в деревню, видели стога при соответственном освещении, когда стог находится, вы видите, он находится в теневой области. И кто-нибудь обязательно говорил, о, Маш, смотри, стог-то розовый в тени. Точно розовый, как у Манны, ты гляди. Да, первые это видят художники. мы были в этом году, в начале октября на этюдах. И один мой друг, показав на лес, далеке там, в горах, он сказал, ой, он синий, как у тебя на картинках. и говорил, вот, видишь? А если бы я не нарисовал его синий, ты же не увидел бы. То есть, как бы художники открывают людям мир, потому что люди смотрят и не видят. Чаще всего. А вот, собственно говоря, Руанский собор. Причем, я не помню, это он днем, или утром, или днем, или вечером. В общем, у Мане их столько, и какой именно купил Щукин, я, честно говоря, не помню. Ну, наверное, это все-таки день. Я так думаю, судя по освещению. У него есть день, есть вечер, как бы оба в коллекции Щукина. Вот такой вот Руанский собор. Мало того, он действительно такой. То есть, когда вы попадете в Руан, в яркий солнечный день, то вы увидите, что эта тень от дома, который напротив, она синяя. И более никакая. Вот. А это чудесный Сеслей. А Сеслей, посмотрите, что творит, Мане хотя бы, он пытался все-таки закрыть нам с вами полностью весь холст. То есть, нет живого места на холсте, которого бы не коснулась краска. Сеслей занимается совершенно другой иллюзией. Он практически акварельно пишет нам маслом. Но дело в том, что если вы начнете всматриваться вот в это место, видите вот эту фигуру на фоне воды, то вы неизбежно придете к ощущению, что прямо за ней воздух. И, собственно говоря, открытие воздуха импрессионистами это самое важное. В какой-то момент ты начинаешь понимать, что этой живописью можно дышать. И дышится перед ней очень хорошо. Надо просто отойти на две диагонали, как я вам уже говорил. Это Дега. Дега обожал балерин во всех смыслах этого слова. Рисовать в том числе. Это пастель. И посмотрите, что делает Дега. Вот вы отчетливо видите розовенькие полосочки. Вам видно? А, что же такой дикий? Вы отчетливо видите синенькие полосочки. Вы отчетливо видите зеленые вкрапления, оранжевые. Он, как и все импрессионисты, не смешивает цвета. А если смешивать, то совсем чуть-чуть. Конечно же, у него палитра есть. Он всем этим работает. Ну, если это, предположим, если мы пишем маслом, да, здесь для пастели как бы этого не нужно. Но каждый цвет, он рассматривает его самодостаточности и он делает аранжировку. Ряд, когда они находятся рядышком, вот эти вот штрихи розового, голубого, вот как здесь, да, они дают совершенно конкретное представление о том, что это теневая область спины и это нормально. Почему здесь синий цвет? Да потому что платье синее. Мы имеем рефлекс на коже. Кожа матовая, она все отражает. Чем она моложе, тем она отразительнее и тем прекраснее как бы эти танцовщицы Дега, которые, конечно, стали вообще иконой импрессионизма. И это совершенно потрясающая работа. И что прекрасно, когда я ее видел, она очень грамотно висела. Пастель очень тяжело хранить. Ни в коем случае на нее не должна, не должен попадать свет. Ни в коем случае нельзя как бы этот лист, это лист, взять, как бы поставить на что-нибудь, да, еще поставить, вот так вот они аккуратно, пастель тут же осыпается. Потому что что такое пастель? Ну это мелки такие. Это такой пигмент, для которого осыпаться вообще не вопрос. Я когда учился, нам сказали, ой, не переживайте, пастелью там старшие, старшекурсники говорили, пастелью все нарисуете, все сделаете, все закончите, потом берете обычный лак для волос, закрепили, ничего никуда не падается. Ага, ты берешь лак для волос, нету пастели. Лак для волос, ее просто сдувал, как правило. Вот. Дега, надо отдать ему должное, как бы скотина была, скотина была еще та, он изобрел средство закреплять пастель. Унес секрет с собой в могилу. Никто не знает, как. Почему не разобрались, что делали химики, как они на это все смотрят, пытаются, не пытаются, не знаю, ничего не могу вам сказать, никто сегодня не знает, как Дега закреплял. Но Дега закреплял. Это Ренуар, это Агюст Ренуар, это Жанна Самари, очень модная актриса этих лет. Я вам честно признаюсь, я вам Ренуара показываю, потому что обязан. Потому что я Ренуары не очень люблю. Но, опять же, эта проблема не Ренуара, это проблема моя. Я считаю, что я в Ренуары еще не всмотрелся, мне это еще, наверное, предстоит. Но этот портрет для нас важен потому, что вот я вам сейчас покажу ее лицо вблизи, которое вы же видите, да, что это молодая женская кожа, которую Ренуар пишет блестяще. Хотя я, честно говоря, считаю, что живопись Ренуара это идеальное оформление для коробок с хорошим шоколадом. Вы видите, что он творит здесь? Это масляная краска. Вы видите штрихи, даже это не мазки, это штрихи синим. Вы видите штрихи розовым? Причем они везде. Ну, это еще к тому же как бы, ну, репродукция, поэтому, может быть, это не сильно видно. Вот как он штрихует эти ноздри. Вам видно? Вот здесь, что он творит. То есть он не пытается смешать цвет на палитре. Он эту палитру вам создает прямо на холсте. Он работает там. Он лепит форму лица практически открытым цветом. Не пытаясь, как бы, ну, что делают все художники? Все художники делают такую легкую грязь на палитре, и которые потом пишут. И если одно с другим хорошо сочетается, то еще и ничего выходит, как это бывало у Рембрандта. Эти такого не делают. Они работают практически открытым цветом. То есть они смело этим цветом прорабатывают абсолютно любую поверхность. И вы вот эти вот штрихи, эту голубизну, там, зеленый, там, еще что-то, вы можете видеть абсолютно везде. Но вот вы отошли от этой работы, и ваши глаза в результате сработали так, что через 15 минут, даже раньше, как бы, вы видите женское, красивое, молодое лицо. Всего вот этого вы не видите. А вы понимаете, что еще наука не дошла до открытия колбочек, палочек и вот всего того, благодаря чему наш с вами глаз видит. Ну, это еще один женский портрет Ренуара, который, ну, вот, я считаю, что вообще идеальная оформление для шоколадки Аленушка или что-то, как бы, в этом роде. И, ну, вот, именно поэтому я, честно говоря, его пока что не догоняю, но я считаю, что у меня, как бы, все впереди. Потому что, ну, огромное количество моих коллег, там, художников, людей, которые, как бы, знают и любят искусство, они просто балдеют, говорят о том, что это прекрасно, поэтому, ну, наверное, мне это еще предстоит, я еще это для себя открою. когда случилась революция, которая Великая Октябрьская, социалистическая, то, в принципе, была дискуссия, нужно ли молодому советскому государству все вот это. Потому что, вы же понимаете, национализировали сразу все, всего Щукина, всего Морозова, как бы, все отнять, забрать, как бы, все, вот это, еще на те работы, которые предыдущие мы с вами видели, то есть, пролетариат не совсем понял, зачем оно им надо, что с этим делать вообще. Но, так как, как бы, среди, там, первых руководителей страны были, в принципе, люди образованные, как, например, Троцкий, да, или Каменев, они сказали, да нет, это все хорошо, давайте сделаем просто отдельно, как бы, музей, музей нового западного искусства, так называемого, причем этот музей сделали в Москве в особняке того самого Ивана Абрамовича Морозова, и повесим это все туда. Ну, и будем туда водить экскурсии, и будем правильно, с пролетарской точки зрения, объяснять, вот, на этом искусстве, о том, как чудесно, вот, загнивает Запад, и что вообще с ним происходит. И это работа Ренуара, это тоже Агюст Ренуар, это обнаженная, она тоже была там, как бы, вот, можете себе представить этих хихикающих в кружевной платочек солдат и матросов, которые подходили к этой картине, как бы, и на нее смотрели, и искусствоведом рассказывала о том, что советская женщина, конечно, так себя вести не будет. А вот там, вот, себе вот такое вот позволяет. А в 1948 году, в 1948 году в Советском Союзе, это уже такой финальный Сталин, началась программа по борьбе с космополитизмом, когда надо было хвалить только свое, когда все лучшее, это все только наше, а это опять же таки все загнивающий Запад. И музей был закрыт. Музей был закрыт, и даже шли разговоры о том, чтобы что-то продать, а что не продадим, то уничтожим, сожжем. Обычное дело. Для Российской империи хоть первой креации, хоть второй креации, потому что известно, что, например, Николай I, он, когда случилось восстание польское в 1831 году, он приказал снять в Эрмитаже все полотна польских художников и либо продать, либо уничтожить что-нибудь. Проданное уничтожили, кстати, немало. А те работы польских художников, где, например, был изображен император, то их не сжигали, а просто пемзы из холста, стирали красочку. А потом эти холсты использовали, отдавали в Академию художеств, на них работали ученики Академии художеств. Поэтому вандализм, вандализм, как бы дело обычное. И вот, собственно говоря, вот это вот все было на грани уничтожения, но спасла вот это вот обнаженное. Дело в том, что, ну, как бы, Сталин же очень любил, чтобы все это выглядело демократично, цивилизованно, поэтому была создана комиссия. Причем во главе комиссии поставили не искусствоведов, во главе комиссии был Клим Ефремович Ворошилов и еще один маршал по фамилии Рыбалка. Наш с вами, можно сказать, соотечественник. Выходец из Украины. И вот они прошлись по казематам, как я это называю, Третьяковской галереи, на полу лежал Матис, его танец, они так обошли, вокруг него посмотрели. Пока они дошли до вот этой вот вещи, ее достали на подрамнички из-под какой-то там стены, поставили, и маршал Рыбалка выдал свой искусствоведческий анализ. он сказал, он сказал, ну так цежь, возьмешь в руки, так тожь. И Ворошилов сказал, да, согласен, хорошая вещь, оставляем. И как-то они так залюбовались всем вот этим, и я уже не помню, что это я читал, это кто-то из сотрудников, значит, какие-то воспоминания, им тут же принесли водку и закуску. И они сказали, ну давайте все это распихаем в Москве, там что-то оставим, что самое приличное, а что неприличное в Питер, в Эрмитаж, на третий этаж, вот туда вот, где я любил бывать, о чем я вам говорил. Так что вот эта вот эренуаровская барышня нам спасла импрессионистов, которые продолжают находиться до сих пор в Мордоре. А это Поль Синьяк, это уже как бы, знаете, это уже такая поздняя креация импрессионистов, это 1909 год, но здесь очень хорошо, он тоже на третьем этаже Эрмитажа, здесь очень хорошо виден вот этот вот импрессионистический принцип, когда мы работаем вообще точками открытого цвета. Синьяк вообще как бы, это уже называется поинтилизм, это уже вот именно вот как бы точками, это было очень модно, Синьяк пытался в свою секту в свое время затянуть Матисса, Матисс попробовал, ему не понравилось, но, собственно говоря, на этом импрессионизм и заканчивается. А это Сезанн. И понимаете, Сезанн вообще принято считать, что он в большей степени относится к постимпрессионистам, то есть мы имеем импрессионистов, мы имеем постимпрессионистов как своего рода как бы вторую волну импрессионистов, это как при Рафаэлите в Англии, они там первая волна, третья, четвертая и так далее, до сих пор закончиться не может. Но Сезанн, мы с вами с него начинали, я вам показывал его работу 1866 года, а первая выставка импрессионистов 1974 год. Сезанн принимает участие в первой выставке импрессионистов. Потом принимает участие периодически, хочу-не хочу, как-то так. Он вообще человек с сложным характером и даже сами импрессионисты они на него посматривали так чуть-чуть с опаской, потому что они, по всей видимости, будучи людьми гениальными, они понимали, что Сезанн в принципе уже переступил через порог импрессионизма и идет дальше. Почему? Потому что XIX век, именно вот это время, это та эпоха, когда художники уже пытаются, мало того, что каждое поколение ищет свою эстетику, свой изобразительный язык, свою поэтику художественную, но еще и каждый художник ищет свое лицо. И каждый художник хочет быть узнаваемым. Собственно, благодаря чему мы с вами безошибочно, глядя даже, как бы закройте нам абсолютно все таблички, мы с вами никогда в жизни не перепутаем Эдгара Дега и Клода Моне. Так ведь? Сезанн нашел свое лицо, но знаете, он наплевал на воздух. Вот все то, что любили импрессионисты, он сказал, ну воздух и воздух, я на самом деле это изобразить могу, я уже это понял, надо идти дальше. А куда же дальше, сказали импрессионисты? Он сказал, я не знаю, я буду искать. И начал искать. И всю жизнь только этим и занимался. И его живопись это постоянный поиск. И я для себя самого, вот как бы, не до конца даже сформулировал свое понимание, но оно есть, оно однозначно есть, понимание Сезана. Ты на него смотришь и не можешь оторваться. Это невероятно интересно, то, что он делает. С одной стороны, он делает это очень просто. С другой стороны, он игнорирует абсолютно все, что сами импрессионисты считали ценностью. Говорит, нет, это не ценность, ну воздух и воздух. Ну и что? Фотография тоже может уже воздух изображать. Как бы хорошая съемка, в хороший день, с хорошим освещением, и там будет читаться, будет ощущаться воздух. Надо идти куда-то дальше. Куда, спрашивается, куда-то дальше, говорит Сезан, и куда-то нас с вами ведет. А ведет он нас с вами в горе Сен-Вектуар, она там мелькает за вот этими соснами, которую он пишет в бесконечном количестве. У него этой горы Сен-Вектуар и сосен перед этой горой столько, и что вот он там искал, и они в принципе все похожи, и они все разные. И ты не можешь от них оторваться. Поэтому, если столкнетесь с Сезаном, проверьте. Вот он будет затягивать вас, как вот та ширма с соснами, с которой мы с вами сегодня начинали. Берега Марны, это тоже Сезан, берега Марны после дождя. Вы видите, что это после дождя? Там эта влага, она прям, ну, физически ощущается. Хотя, опять же, как бы Сезан, вот что интересно, да, он нам с вами не пытается сказать, что вот это зеленое, это трава. вообще ничего для этого не делает. Это может быть зеленый атлас вполне, совершенно спокойно. Он не пытается нам сказать, что вот это вот сделано из листвы, это все деревья. Но мы это, опять же, условно воспринимаем как деревья. Наш глаз и наш мозг уже готов это воспринять как деревья. А Сезан этого не интересует. Его интересует что-то вообще другое. Сезан интересует то, Сезан интересует правда. Вот Камиль Писаро, с которым он дружил и с которым они вместе ходили на этюды, он тоже задавал ему эти вопросы. Но Сезан говорил ему, что, ну, послушай, если я вот там вижу охру в этом месте, красную, на берегу, потому что она там есть, я ее там делаю. Но я ее, конечно же, делаю так, чтобы она вписывалась гармонично в абсолютно все то, что существует вокруг, делаю это гармонично. Ты согласен? Согласен, говорил Писаро. Ну, это не импрессионизм. Ну, и что, говорил Сезан? Ну, это не импрессионизм. Это что-то другое. Я не знаю, что это. Но в результате, как бы, то, что натворил Сезан, я же говорю, он накрыл собою всю живопись XX века. Она невозможна без Сезана. Потому что в нем есть и кубизм, в нем есть и фавизм. Как бы он показал все возможности живописи, которые только могут быть и которые уже развивали потом Матисс и Пикассо. Это тоже Сезан. Это, ну, я вам пытаюсь показать как бы всего Сезана, который есть, да, потому что есть и пейзажи, и будут еще натюрморты. Его натюрморты – это отвал башки. А это его орликины пьерут. Вот Валентин Александрович Серов, который был блестящим живописцем, живописцем, вообще от Бога, которому сильно повезло в жизни, потому что воспитывал его не кто-нибудь, а воспитывал его чудо Чугуевское Илья Ефимович Репин, как бы, и у него он учился. Вот Серов признавался, что он видит все уродство этой живописи, но оторваться от нее не может. Причем признается, что я так не сделаю никогда и не хочу этого делать, но отойти от нее не могу. Она меня туда затягивает, потому что то, что я делаю, это пейзаж, а то, что делает Сезанн, это живопись. Вещь необыкновенная, конечно, очень красивая. Тут одна только морда этого орликина чего стоит. А вот это Сезановские знаменитые натюрморты с его апельсинами, с его грушами, с его яблоками. Он все это безумно любит. Причем, занимаясь в принципе почти что декоративной живописью, потому что он сосредоточен на цвете, он сосредоточен на том, чтобы организовать все это в некую такую аранжировку, которая просто будет осчастливливать глаз, не говоря уже про этот кувшинчик. Оно все имеет форму, оно все живое, оно все шарики, цилиндрики, тарелки настоящие. Смотрите, драпировку не дописал, а красиво как. В живописи главное вовремя остановиться, иначе это станет скучно, как штаны пожарника. Это тоже он же. То есть, в принципе, что такое натюрморт? Натюрморт – это самый недооцененный мировым искусством жанр живописи. Потому что пейзаж, в принципе, только в XIX веке как бы заявил о себе и то, заявил о себе только лишь благодаря тому, что в самом конце XVIII века гениальный констебль в Англии делает огромные, гигантские, очень классные пейзажи, на которые, в принципе, все пейзажисты XIX века оборачивались и говорили, смотрите, можно, пейзаж – это уже серьезный жанр искусства, уже можно этим заниматься и только этим больше ничем, не пытаясь наполнить это каким-то стафажем, какими-то людьми, которые там ходят, каретами, которые ездят. И без них как бы хорошо. В XIX веке вообще без людей пейзаж замечательный, мы с вами видели только что Сезанна. Чем меньше людей, тем лучше. А натюрморт так вообще, натюрморт очень любили голландцы в XVII веке, опять же, наверное, об этом тоже будет. Стоило бы поговорить, как бы это мое упущение, но я исправлюсь. Я сделаю лекцию о малых голландцах, тоже в рамках культурной контрибуции, которые сплошные натюрморты. Вы все это знали, вы это видели. Это вот эти вот лимоны, которые по спирали вот так вот очищены, это спираль кожуры, она свисает со столика. Драгоценные какие-то драпировки, очень много стекла, это гениальный терборг, это надо видеть. Сезанн это делает совершенно по-своему. После них, после малых голландцев, как бы натюрморт, но он уходит со сцены и возвращается только с Сезанном. И Сезанну это очень интересно, потому что, будучи, в принципе, интровертом, будучи социопатом, ему, конечно, с фруктами комфортно. И он изображает их совершенно волшебно. Для меня лично эта картинка сегодня носит мемориальный характер, потому что мы сделали здесь в рамках культурной контрибуции мы сделали лекцию о Гогене, но с техникой что-то случилось, вообще-то какая-то мистика, потому что люди, с которыми я дружу, которые, как бы, говорили о том, что у них тоже были гогеновские лекции, у них тоже это не записалось. То есть, Гоген, когда не хочет, техника не работает. Гогеновская лекция была, она была хорошая, это был тот редкий случай, когда я был доволен собой, публике тоже вроде было интересно, но она не записалась. Поэтому, как бы, сегодня я не мог обойтись без Гогена, который тоже находится в Эрмитаже. Это из коллекции Ивана Абрамча, Сергея Ивановича Щукина, извините, это он его привез. Гоген объединяет, вернее, как Сезан, который мы только что смотрели, он объединяет собой как бы импрессионистов и постимпрессионистов, потому что Гоген это уже типичный постимпрессионизм. И вот благодаря Сезану, благодаря тому, что он сделал в живописи, опираясь на то, что сделали импрессионисты, мы выходим на живопись Гогена, которая вся построена на больших, локальных цветовых пятнах. Если вы помните, мы смотрели Ренуара, до которых работал мазками, то есть голубой мазок, розовый мазок. Что делает Гоген? Он этот каждый мазок превращает в большое локальное поле и работает с ним как с четкой вот такой вот единицей творения этой вещи, что, собственно говоря, происходит здесь, не говоря уже о том, что здесь даже появляется сюжет. То, от чего импрессионисты убегали, им это было неинтересно. Дело в том, что тогда, в 70-е годы, когда открылась первая выставка, в Париже был Репин. Репин в это время был пансионером Академии художеств. Он написал воскрешение дочери Яира, получил за нее золотую медаль, и его отправили в Париж на несколько лет на полный пансион, и он там изучал живопись, он там работал, у него была мастерская, он очень много писал, и он видел импрессионистов. И он переписывается с Иваном Николаевичем Крамским и пишет ему о том, что это потрясающе, это очень интересно. Крамской, который через какое-то время увидит импрессионистов, он будет возражать Репину. Он пишет о том, что ну, это живопись ради живописи, это ни о чем. А где протест? А где, извините, какие-то социальные вопросы, которые должно ставить искусство? Где идея? Где сюжет? Что они нам рассказывают? Да ничего они вам не рассказывают, Иван Николаевич, говорил Репин. Они просто вам пишут воздух, воздух, воду, небо. Вдохнули, чувствуем воздух, как бы все работает, все есть, как бы. Ну, живопись самодостаточна. Задача искусства не в том, чтобы обязательно к чему-то призывать. Нет. Задача искусства создать впечатление, импрессион. Впечатление, которое, как бы, сам художник, имея в себе, перекладывает на холст и пытается донести до вас, и впечатление, на которое имеете право вы сами, глядя на эти работы. Когда это не одна единственная идея или сюжет, как в работах, например, передвижников. Где все очень четко, про что это кино. Где важны совершенно другие, гораздо более тонкие вещи. Поэтому впечатление штука очень важная. В конечном счете, мне кажется, что, учитывая, что злые люди у нас с вами могут, если захотят отобрать все, если мы, конечно, не будем сильно сопротивляться, то они вполне могут это сделать. Единственное, что у нас с вами никто и никогда не отберет, чем мы с вами всегда владеем безраздельно, это нашими впечатлениями. Поэтому в преддверии Нового Года я хочу вам всем пожелать новых, светлых, радостных, прекрасных впечатлений. Чем их будет больше, тем с лучшей кармой мы с вами уйдем к новым воплощениям. На этом все. АПЛОДИСМЕНТЫ КОН i Продолжение следует...